Я хочу вам рассказать, как я приготовила полезные сырники. Я взяла творог, 200 грамм творога, столовую ложку цельнозерновой муки, щепотку соли и чайную ложечку кокосового сиропа. Но самое главное, когда я сформировала сырники, жарила я их на очень полезном кокосовом масле. Так как обладает высокой температурой плавления, это масло, не образуются канцерогены. Вот потому мои сырники очень полезны. А еще я получила новую посылку, и вот это моя новая посылка, это масло. И кроме этого еще винный камень. Винный камень у меня сейчас будет заменять разрыхлитель, дрожжи, потому что он очень полезен. И изделия с применением винного камня становятся очень пышными. Первая моя проба это сырники. А так я буду во всю выпечку использовать, для того, чтобы изделия мои были пышными, пропеченными. Я подробнее расскажу о своем инстаграме. Вера Позитив. Вот такие полезные сырники у меня сегодня на завтрак. Приятного аппетита! А еще в распаковке посылки со мной вот такое маленькое пушистое чудо. В этот удивительный зимний день, этот маленький пушистый комочек со мной участвовал в распаковке новой посылки. Вот такое пушистое чудо, которое создает. И такой любопытный, ему всюду надо попробовать узнать что-то. И вот он участвовал в распаковке моей посылки. Вот такое маленькое, удивительное, такое пушистое чудо. Да, вот такое пушистое чудо со мной. Будем распаковывать посылочку. Яш, посылочку будем распаковывать. Да? Да, вкусненькое что-то. Да! Яша! А что это, Яш? Ты думаешь, это тебе-то вкусненькое что-то? Ну, посмотрим. Посмотрим. Ну, давайте я вас познакомлю еще с другими продуктами моей новой посылки с сайта iHerb. Новая приправа, которую я успела уже немножко использовать в своих блюдах. И мне понравилась. Я использовала для рыбы, и для мяса, и для курицы. Она мне нравится тем, что она содержит майоран. А майоран я люблю. Универсальная приправа, очень такая приятная. И мне она понравилась уже. Буду ее использовать. Вот это соус терияки. И мариновать курицу. Добавлять уже в готовое блюдо. Я использовала, запекала скумбрию в духовке. Мариновала в этом соусе. И мне очень понравился. И также мы делали домашние суши роллы. И вместо соевого соуса мы использовали вот этот соус терияки. Настоящий японский соус. И очень вкусный. Такую меру острый. И мне он очень понравился. Вот это японская мочалка. Она обладает очень хорошими моющими свойствами. Удивительным массажным эффектом. И мне она очень нравится. Это пакеты для сохранения полезных свойств и витаминов овощей и продуктов. Надолго сохраняют свежесть продуктов. Потому что не позволяют поступать к овощам этилену. Попробую, когда буду использовать свежие, собранные в своей даче овощи и фрукты. Ну или те, которые куплю в магазине. Попробуем. Мочалка. Это для уборки дома. Мочалка, которая хорошо впитывает с поверхности различные жидкости. Она не расставляет разводов на поверхности мебели. И поэтому я буду использовать ее для уборки дома. А вот это новое приобретение. Гель на основе экстракта алоэ. О заживляющих свойствах алоэ, наверное, все слышали. Ну и вот я люблю, чтобы состав различных кремов. А это вот гель такой. Это корейская косметика. Входится вот этот экстракт алоэ. Вот этот гель я буду использовать, если летом, например, какие-то ожоги от солнечных лучей. И будем пробовать тоже летом этот гель. Как он воздействует, оздравливающий на кожу. Попробуем. Вот это я приобрела для того, чтобы промывать нос. Удобная баночка для того, чтобы промывать нос. И готовые пакетики для приготовления соляного раствора. Уже готовые. Соляной раствор это самое безвредное средство для того, чтобы воздействовать на носовую полость. Заказала повторно. Это экстракт прополиса. Раньше заказывала маленькую баночку. 200 миллиграмм. А сейчас, видите, 500 миллиграмм. Растительные капсулы содержат экстракт прополиса. Продукты пчеловодства я обожаю. Прополис уже я не раз использовала. Очень эффективная вещь для профилактики простудных заболеваний, вирусных. Ну и, вы знаете, очень хорошо оздоравливает суставы. А также облегчает боль. И чувствую я себя намного бодрее, когда употребляю вот этот экстракт прополиса. Очень люблю его. Заказываю, пью его курсами. Пью в течение месяца. Эффективно и проверено мною. Но мне очень нравится. И вот эта вещь для хорошей работы желудка, печени. Экстракт расторопши. Оздоравливает печень. Освобождает ее от шлаков. Здоровая печень – это здоровая кровь. Нравится мне для хорошего пищеварения. Если, например, вы переели после праздников каких-то, которые... Тут у нас много их было. Экстракт расторопши. Очень хорошая вещь для того, чтобы поддерживать в прекрасном состоянии свой желудочно-кишечный тракт. Еще раз говорю, что здоровая печень – это здоровая кровь, здоровые сосуды и здоровые все органы. Люблю. Посылку я распаковала и показала вам свои новые продукты. А сейчас я немножко устала и хочу сделать перекус. Но полезный перекус, как и полезный завтрак, у меня может состоять только с помощью самых лучших и качественных продуктов. Итак, приготовим с вами на основе пробиотического йогурта без сахара 2% приготовим полезный перекус – смузи. Я наливаю 150 грамм этого йогурта. Добавляю банан, семена черв, порошок арахиса, немножко овсяных хлопьев. Вместо сахара я добавлю чайную ложечку кокосового сиропа. Пол чайной ложки для вкуса я добавлю ванильный экстракт натуральный. Я тоже его часто добавляю в свою выпечку. Вот и все. Сейчас я взобью блендером и покажу, что получилось в итоге. Вот так полезный смузи за считанные секунды готов. Я буду перекусывать. До встречи в следующих видео. Ваша Вера Позитив.